На входе одного из корпусов 14-й поликлиники объявление. Оно предупреждает, здесь принимают только температурящих больных. А внутри целая толпа пациентов с насморком и кашлем. За эту неделю число болеющих выросло в 10 раз, рассказывает главврач. Для борьбы с коварным вирусом и пришлось переформатировать этот корпус поликлиники. Ранее здесь принимали врачи узкого профиля. Узких специалистов со второго этажа, таких как хирург, травматолог, уролог, онколог, мы перевели на Павловский тракт 271А. Там в том числе продолжает вести работу и кардиолог, и ультразвуковая диагностика, забор крови. Все это продолжается. Можно записаться. Мы организовали еще одну регистратуру прямо в том корпусе. Простым переездом узких специалистов в другое здание это не назовешь. На деле здесь приостановили плановую медпомощь. В приоритете у докторов пациента с острым состоянием. От профилактических посещений врачи просят воздержаться. На такие же меры пошли и в детской поликлинике. Тем временем барнаульцы сообщают, что не могут попасть к докторам по талонам уже и в других поликлиниках. Есть опасения, что плановую помощь в городе приостановят вовсе. Вероятность такая есть. Исходя, говорю, из той достаточно высоких цифр и темпов прироста, высокой заболеваемости, необходимость оказания медицинской помощи по неотложным показаниям, конечно же, нехватка медицинского персонала в первичном звене потребует переформатирования. И ряд узких специалистов должны будут оказывать ее уже в не своей специальности людям, болеющим с ковидом. В Минздраве отметили, что всплеск заболеваемости коронавирусом фиксируется пока только в Барнауле. Небольшой прирост также есть в Бийске и Заринске. Ведомстве подчеркнули, если эпидобстановка в регионе станет сложнее, то в худшем из сценариев плановую помощь приостановят повсеместно. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком.